В школе номер 64, села Тимирязевская, город Томска, есть военный исторический музей «Память». В небольшой комнате на втором этаже хранятся военные реликвии, письма, фотографии, награды, документы, личные вещи ветеранов с 22-й гвардейской и рыжской стрелковой дивизии сибиряков-добровольцев. Военный исторический музей «Память» — центр патриотического и гражданского воспитания учащихся. Задача музея — формирование у ребят чувства любви к родине, уважительного отношения к славному военно-историческому прошлому России, особенно к великой победе над фашизмом. Для решения этой задачи в музее используются разные формы и методы работы. Уроки мужества, экскурсии, встречи с ветеранами войны и труда, организации и проведения праздников, конкурсов, посвященные Днем войск и славы, поисковая работа. У истоков создания музея стоял учитель нашей школы, ветеран Великой Отечественной войны, отличник народного просвещения Ковалев Иван Михайлович. Уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. У истоков зарождения музея стояли первые следопыты. Вот их имена. Сбор первых экспонатов для музея начался в 1968 году. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, с военврачом 79-й гвардейской стрелковой дивизии, с Малаховой Верой Ивановой, с Михеенко Василием Ивановичем. Первые следопыты с основателем и первым руководителем музея Ковалевым Иван Михайловичем. Обработка собранного материала. В 1973 году был открыт Школьный музей боевой славы «Память». Немалой силы и энергии, душевного тепла вложил Иван Михайлович в создание этого музея. Музей вместил в себя семь разделов. Каждый – сама история, народная память. Томичи фронту, темиряйцы в бою и в труде, дорогами отцов. В четырех разделах рассказывается о родных подвигах полков 22-й гвардейской стрелковой дивизии сибирьковых добровольцев. 62-й гвардейский стрелковый полк, 65-й гвардейский стрелковый полк, 67-й гвардейский стрелковый полк. И особое значение мы придаем истории и формирования боевым действиям 48-го гвардейского артиллерийского полка, сформированного в городе Томске, героизму его воинов. С экспонатов музея устремлены взоры тех, кто сражался в годы минувшей войны в разных частях и соединениях на разных фронтах и направлениях обширного фронта. Основной фонд музея это боевые награды, фронтовые письма, военные реликвии, священная земля, привезенная с мест захоронений сибирьков-добровольцев, личные вещи ветеранов Великой Отечественной войны, фотографии. Актив музея в разные времена побывал на местах боев, где воевала 22-я гвардейская рижская дивизия сибирьков-добровольцев. По крохам собирали ребята материалы, чтобы увековетить подвиги своих земляков. Были личные встречи, поездки по местам боев. Если все выразить схемой, вот их маршрут. Поездки ребята встречались со многими интересными людьми. В числе их знатный столевар Кузбасса Чалков Александр Яковлевич. Это он в тяжелые годы войны на средства, выданные ему в государственной премии, заказал автоматы ППШ с дарственной надписью «Сибирьку от Чалкова». Такой автомат Александр Яковлевич подарил в наш музей. Ребята побывали на легендарной гнездиловской высоте 233-3. Актив музея вместе с учащимися гнездиловской школы высадили саженцы сибирского кедра на гнездиловской высоте. Из этой поездки ребята привезли реликвии Отечественной войны, в числе которых тело станкового пулемета «Максим», который подарили ребята, учащиеся школой номер один города Спас-Деменска. Также ребятам удалось проехать дорогами боев в Латвии – Резыгне, Карсово, Лубаны, Вилины, Рига, Саласпилс. В Вилиных постояли в почетном карауле, где покоится прах нашего земляка – Милованова Михаила Ивановича. Когда ребята были в Карсове, то там они посетили мемориальное кладбище, расположенное в конце улицы, носящее звание «Достворой гвардейской стрелковой дивизии сибирьков-добровольцев». Актив музея побывал в городе Новосибирске. Посетил памятник Борису Богаткову, который погиб на ленингарной Нездиловской высоте 233-3. Дважды активисты музея побывали в городе Тижин Кемеровской области. Встретились там с ленингарным человеком, подвиг которого стал прообразом создания памятника воина-освободителя в Трептов-парке города Берлина с Масаловым Николаем Ивановичем. В конце июля 1991 года актив музея побывал на местах сражения дивизии сибирьков-добровольцев в Великих Луках, в Пскове, на Птахинской и Ступинской высотах. В августе 1996 года активисты музея приняли активное участие в торжественном открытии мемориала воинам. Сибирькам в деревне Плоское, под городом Белым. Из поездки в город Белый ребята привезли булку хлеба, испеченные зерна, выращенного в долине смерти. В разные времена и разными людьми в музей были доставлены горсти священной земли с мест захоронения воинов дивизии наших земляков. В 2012 году была организована экскурсия в Первомайский район. На экскурсии ребята познакомились с достопримечательностями в поселке Первомайское, посетили поселковый краеведческий музей, комнату музея в Констобольском центре дополнительного образования, экскурсия в музей школы номер 34, в музей кадетского корпуса. За большую поисково-исследовательскую работу музею присвоено звание «Школьный музей». Среди ярких и творческих дел в музее проводится экскурсия. Экскурсия – это одна из форм работы в музее. Сочетая воздействие музейных экспонатов и живого слова, экскурсоводы стремятся добиваться того, чтобы каждый присутствующий на экскурсии чувствовал себя причастным к героическому прошлому. Темы проводимых экскурсий. Была организована встреча с поисковым отрядом «Патриот». За последние пять лет в музее было проведено 247 экскурсий. В музее проводятся уроки мужества, уроки памяти, праздники, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, с ветеранами Афганской войны и ветеранами конфликта на острове Даманский. В течение пяти лет было проведено 157 уроков мужества. Было организовано около 50 встреч с ветеранами войны и труда, с ветеранами Афганской войны, с ветеранами конфликта на острове Даманский. Ведется сбор материалов о тружениках тыла, награжденных медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 года. О детях войны, об участниках локальных войн, встречи с ветеранами на дому. Встречи с ветеранами на дому – это как бы уроки мужества на дому. Встречи с героями Советского Союза, с Ворошиловым Геннадием Николаевичем. Активисты музея занимаются исследовательской работой. Это оформление и защита рефератов по теме «Гордимся своими земляками», «Вклад моей семьи в дело победы», «История об веянной студьбе», «Уходил на войну сибиряк», «Южное кладбище», «Памятное место для томичей». Зинченко Федор Матвеевич, первый комендант Раисовых и другие. По инициативе Совета музея в реакреации школы были установлены мемориальные доски погибшего в Чеченской войне выпускникам школы Макрискому Вячеславу и Салтымакову Андрею. За большую поисково-исследовательскую работу музей присвоил название «Образцовый школьный музей Томской области». Ежегодно с 3 по 9 мая в школе проводится вахта памяти. Приводится в порядок поселковый памятник. Проводится операция «Ветеран живет рядом». По классам проводятся уроки мужества. Ветераны поздравляются с праздником Победы. Активные участия принимаем в организации проведения митинга, посвященному Дню Победы. В течение дня 9 мая у памятника актив музея стоит в почетном карауле. После митинга организована солдатская кухня. Более десятка поколений сменило в музее за эти годы, передавая от поколения к поколению эстафету добрых дел. Все это живое, прошлое и настоящее. Наша история, наша доблесть и слава, наша боль и любовь. Дело, начатое старшим поколением более 40 лет назад, не могло бы иметь успеха, если бы не люди, которые помогали в создании нашего музея. Они занесены в книгу почета музея. Это Иван Михайлович Ковалев, основатель и первый руководитель школьного музея. Цехановский Александр Иванович. Это с него начался поиск однополчан 48-го Томского артиллерийского полка. Зайцев Павел Петрович. Полковник, бывший командующий артиллерии дивизии. Он написал и издал книгу об истории 22-й дивизии сибиряков-добровольцев, о славных делах командиров, офицеров, сержантов и рядовых от Сибири до Прибалтики. Его плащ-пальто со знаками различия полковника хранятся у нас в музее. Лукин Петр Анисимович, бывший пулеметчик 62-го стрелкового полка 22-й дивизии сибиряков-добровольцев, автор и исполнитель многих подделок, экспонатов для музея. Печенкин Николай Константинович, бывший пулеметчик 67-го стрелкового полка 22-й стрелковой дивизии. Он помог в сборе материала о истории формирования и боевых действий 67-го полка. Андрейчиков Петр Андреевич, бывший истребитель танков ПТРович. Проживая в Кемеровской области, он поддерживал тесную связь с музеем, помог многими фотографиями и воспоминаниями. Кабернака Василий Семенович и Вершинин Михаил Николаевич. Это они организовали поездку с ребятами на высоту 233-3. Это они с ребятами доставили военные реликвии и тело станкового пулемета «Максим». Куваев Федор Федорович, житель Пскова, ветеран 48-го артиллерийского полка. Он присылал в музей фотографии бывших мест сражений, собрать фронтовые свидетельства войны во время их пребывания на Псковской земле. Рыбин Александр Алексеевич, председатель Совета ветеранов 22-й дивизии «Сибиряков-добровольцев», был активным членом Совета нашего музея. Прокопович Татьяна Михайловна, руководитель Военно-исторического музея «Память» с 1998 и по настоящее время. В книгу памяти занесены и активные участники поисковых групп. Это Кутенникова Оля, первый директор музея боевой славы. Ковалева Анна, директор музея с 1995 по 1997 год. Отличалась активностью и изобретательностью. Участница экспедиции «Великие Луки» Псков. Терещенко Александр, директор музея с 1998 по 2001 год. Школьный музей, как семейный альбом, он помнит всегда о событиях любом. Помнит все достижения старших всех поколений. Не забывает, хранит наш музей судьбы прекрасных людей. Субтитры создавал DimaTorzok